Всем тихой ночи! На этот раз больше всего упоминаний в комментариях набрал отдел сюрреалистики. Посмотрим на эту часть фонда SCP. Когда берешь в руки документы, составленные отделом сюрреалистики, кажется, что ты читаешь записки какого-то совершенно безумного человека. И, наверное, это тот случай, когда спойлеров можно совсем не бояться. Потому что кажется, что весь смысл этого отдела не в том, что он исследует, а как он документы пишет. Но попробуем понять, о чем вообще речь. Вот SCP-4923. Что это такое? Каков класс содержания этого объекта? Тут написано «Кетер» или «Тумиэль». Это с какой стороны посмотреть? Сам объект – это некое аномальное вещество, образующееся в мозге некоторых людей, и само по себе похожее на песок. Песок этот обладает свойством делать мышление человека привязанным к простым идеям и концепциям, и блокирует возможность воспринимать и понимать более замысловатые вещи. Изучая свойства объекта, отдел сюрреалистики придумал некое лекарство под названием «Агназиаки». Оно поначалу помогало от негативного влияния объекта, но затем выяснилось, что эффект препарата куда глубже. Он полностью перестраивает мышление и личность человека. И, похоже, все работники отдела, которые начали принимать его, видят мир как-то иначе. Потому документы и написаны таким странным образом. Объект сам по себе содержит две интересные отсылки. Первая – это отсылка к «Камню глупости». Средневековые алхимики считали, что в голове глупых и простых людей образуется особое вещество, называемое «Камнем глупости». Практиковалась даже такая операция, когда алхимик якобы удалял этот камень из головы пациента. Примечательно, что само проведение такой операции, как правило, стоило довольно дорого. Так что да, алхимики в Средневековье предлагали глупым людям дорогостоящую операцию, в результате которой те должны поумнеть. Вторая отсылка еще более интересна. Если погуглить само по себе название объекта, можно с удивлением обнаружить, что объект этот в целом реален. С возрастом у многих людей в мозгу действительно образуется субстанция, по большей части состоящая из кальция, которую иногда называют мозговым песком. При этом любопытно, что мозговой песок практически не появляется у людей, страдающих от шизофрении. А у людей, страдающих старческим маразмом, содержание такого песка, напротив, очень высокое. Нет ли тут намека на то, что эти агнезиаки развивают у человека шизофрению? И у нас тут целый отдел, живущий по заветам ШУЕ ППШ. Сила препарата оказалась таковой, что в какой-то момент в отдел начали набирать всех подряд. Вступление в него предлагали даже как альтернативу устранению. А дело в том, что прием агнезиаков настолько изменяет личность, что в сущности не важно, каким человек был до начала приема. Для того, чтобы понять, готов человек к работе в отделе, или курс препарата надо продолжить, ему дают прочесть документацию по особому объекту SCP-5145. Если человек вообще понимает, о чем там речь, он готов. Недостаточно подготовленному человеку кажется, что этот объект является парящей в воздухе человека подобной сущностью, которая убивает тех, кто испытывает яркие эмоции. Человек же, принявший уже достаточно агнезиаков, осознает, что объект – это физическое воплощение логического пробела, созданное упорным отрицанием общеизвестных эмоциональных индикаторов. Что бы это ни значило, некоторые из вещей, изучаемых отделом, вообще не являются чем-то конкретным. Как, например, SCP-5310. Что объект собой представляет, определить крайне трудно, даже если прямо посмотреть на него. Люди, наблюдающие его, видят то рыбу, то кирпич, то листок бумаги. Те, кто смотрят чуть дольше, замечают человека, вернее разных людей. То какую-то девочку с косичками, то старика. Те, кто наблюдают еще дольше, видят там отсутствие человека. Ученые в области сюрреалистики объясняют суть объекта, как опасную коробку из мыслей, внутри которой может быть что-то в форме этой коробки, что пытается выбраться наружу. И надо сооружать новую коробку, чтобы это не произошло. Достижения открытия отдела очень заинтересовали самого администратора SCP. И он совместно с его сотрудниками создал запись в базе данных, страницу под номером 5759. Суть ее в том, что когда-то кто-то со стороны пытается проникнуть в архивы фонда. Он натыкается на файл объекта с таким номером, который представляет собой закольцованную цепь обманных сюрреалистических сущностей. Вторкшийся хакер, пытаясь понять их, начинает ходить по кругу. В то же время прямо в его подсознание внедряется сущность, следящая за ним и определяющая его местоположение. Так вот, отдел и помогает хранить тайны фонда. Но главное, конечно, чем увлекаются в отделе, это препараты на основе агнозиаков. Несколько изменив формулу, отдел получил новый препарат, который назвал агностиком. А его действие было вынесено в отдельный объект под номером 5763. Этот препарат тоже изменяет личность и восприятие человека. И позволяет понимать вещи, с которыми имеет дело отдел сюрреалистики. Обожравшись агностиками некий ученый фонда по имени Гарольд, заметил, что в стене одного из учреждений фонда зияет огромная трещина. Когда он рассказал об этом другим сотрудникам, они лишь удивленно посмотрели на стену, которая, по их мнению, была совершенно целой. Тогда взяли сотрудника класса D и начали накачивать его препаратом. Поначалу он увидел небольшую трещину, затем она начала расширяться, из нее показалась погнутая арматура. А когда дыра стала достаточно большой, в ней можно было разглядеть что-то похожее на звездное небо, в котором плавала некая сущность. При описании этой сущности человек воспринимает целую историю о том, как некто смог войти в это пространство и окуклиться в нем. И, собственно, эту куколку и видно в трещине. Явление это было названо объектом SCP-6284. И главное, что его изучение позволило открыть отдельные измерения, доступные при приеме созданных отделом сюрреалистики препаратов. Так что разместился этот отдел в зоне, которая находится вне нашего мира. И в отличие от других учреждений фонда, эта зона обозначена не цифрой, а значком, имеющим незамысловатое название «Квадрат с петлями». Считается, что сам этот символ демонстрирует необычный образ мышления местных сотрудников. И в этом месте хранятся, наверное, самые непонятные вещи из тех, что находит фонд SCP. Зона эта, разумеется, не является каким-то обычным учреждением фонда. Однажды отдел сюрреалистики, следуя свойства агностиков, умудрился создать в коллективном бессознательном. То есть прямо в наосфере целое измерение, куда даже оказалось возможным попасть. Внутри этой реальности была организована зона, номер которой заменяет квадрат с петлями. Описывается это пространство, как вырванная страница из книги библиотеки странников. Так что, наверное, должно быть на нее похоже. Такова, в общем и целом, предыстория отдела сюрреалистики. Начали с того, что изучали аномальный песок из мозга человека. А закончили тем, что теперь сидят прямо в наосфере. И чем же они там занимаются? На удивление, на базе своих открытий отдел смог создать искусственный интеллект, названный Сальвадором. Который смог обнаружить и помогает содержать несколько сюрреалистических объектов прямо в цифровом пространстве. В основном в базе данных самого фонда. К примеру, программа, в задачу которой входила оптимизация данных в базах SCP в какой-то момент обрела разум. И ее и содержат при помощи Сальвадора, как и SCP-6276. Еще у сериалистов есть своя мобильная оперативная группа, выполняющая различные задачи. Например, когда в штате Техас пропал целый небольшой город, а на его месте появилась пустыня. В центре которой стоял только собранный из досок стенд для продажи лимонада. В духе тех, которые используют дети в Америке, чтобы учиться предпринимательству на практике. Разобраться с этой ситуацией отправили именно мог данного отдела. Мобильная оперативная группа полностью оправдала возложенные на нее надежды. Ведь она обнаружила множество аномальных предметов и явлений. Теперь известных фонду, как SCP-6454. Но, конечно же, куда более важные открытия ожидали отдел внутри иноосферы. Дело в том, что внутри нее постепенно распространялась сущность, прорывы которой в реальность, по мнению ученых-сюрреалистов, могут вызвать множество катастроф. А то и вообще конец света. Внутрь этой штуки была отправлена отдельная мобильная оперативная группа. И она, используя свое сюрреалистическое мышление, смогла обезвредить объект и поставить его на содержание. Таков отдел сюрреалистики. Вообще, по описанию, наверное, может показаться, что это снова что-то похожее на вариацию меметики. И некоторые объекты, связанные с отделом, это, в общем-то, и есть меметика. Но все же объекты, связанные с отделом, имеют какую-то свою узнаваемую атмосферу и стиль. Наверное, в этом и дело. Как обычно, пишите, какие штуки из мира SCP и коллективного творчества вообще мы еще тут не обсуждали. О чем наберется больше комментариев, о том и поговорим в следующем подобном видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok